Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, наш доклад уже озвучили. Это сравнительные результаты использования регионарной инфузии и лекарственно насыщенных сфер при местном распространенном раке шейки матки. Динамика абсолютных чисел злокачественных на образовании женщин в Санкт-Петербурге продолжает расти. В 2015 году, по данным нашего канцрегистра, зафиксировано 583 случая заболевания раком шейки матки. Статистика говорит о том, что заболеваемость раком шейки матки на сегодняшний день продолжает расти, несмотря на все меры и профилактика, которые на сегодняшний день, и скрининг, который проводится. И, к сожалению, с третьей-четвертой стадии заболевания процент больных колеблется от 30 до 50% случаев в мировой, по мировым данным. В Санкт-Петербурге третья-четвертая стадия заболевания в 2015 году была диагностирована более чем у 40%. Пятилетняя выживаемость у этих больных соответствует 67%, а летальность на первом году более 18%. Какие преимущества существуют интервенционных вмешательств, которыми мы сейчас широко их используем, применяемых не только при раке шейки матки в неоадювантном режиме, но и даже при раке тела матки? Это, конечно, малая инвазивность этих операций. Большинство операций выполняется под местной анестезией, через кожную пункцию. Селективность воздействия, то есть это локальное воздействие и вмешательство именно в зоне непосредственного интереса. Повышение концентрации препаратов в опухоли, снижение системной токсичности, уменьшение сроков госпитализации, снижение количества осложнений, повышение эффективности противопухолевого воздействия, сокращение сроков восстановления, возможность проведения повторных, неоднократных и симультанных вмешательств и возможность того, что мы их можем комбинировать с другими видами лечения, как системная химиотерапия, лучевая терапия, хирургическое вмешательство. За период с 2012 года по 2015 год в условиях нашего рентгенхирургического отделения выполнено 332 эндоваскулярных вмешательства при образовании органов малого таза, при раке шейки матки нами выполнено 194 вмешательства совместно с рентгенхирургами, при поражении мочеводелительной системы заболеваний мужских половых органов, это урологическое отделение выполняло операции, при образовании мягких тканей в неорганных образовании и при местно распространенных образовании. То есть эта методика, она очень широко используется в нашем учреждении при практически всех локализациях. Ну, артериальная анатомия матки, она имеет действительно множественные варианты отхождения маточных артерий, и от внутренней срамной, и от запирательной, и от бифуркации верхней ягодичной срамной маточной артерии, от нижней ягодичной, от ствола внутренней подвздошной артерии. Но в этом очень хорошо ориентируются наши рентгенхирурги, поэтому мы с ними совместно работаем. Мобилизация широко используется, и как для остановки кровотечения при раке шейки матки мочевого пузыря, для создания условий для проведения последующей лучевой терапии. Плановые эндоваскулярные мешательства представляют чаще всего с собой селективную химиотерапию в передней порции внутренних подвздошных артерий, или предпочтительные непосредственно именно в маточной мочевого пузырной артерии. В планном порядке выполнено 288 операций, в срочном порядке выполнено 44. Эндоваскулярные мешательства чаще всего, они, конечно, 194 случаи. Это выполнение интравнутриартериальной нейлодюантной химиотерапии у больных с раком шейки матки 1-я B2-3 стадия. Производится катетеризация внутренних подвздошных артерий с двух сторон для проведения региональной химиотерапии. Выполнено 116. Болюсное введение химиопрепарата и эмболизация висцеральных ветвей при маточных кровотечениях для проведения лучевой терапии. Химиоэмболизация с лекарства, насыщаемыми сферами, выполнена 43 пациенткам. И эмболизация маточных артерий при кровотечении 16 пациенткам. Эта картинка говорит о том, что сочетание региональной химиотерапии проводится также с эмболизацией, о чем мы сейчас тоже результаты посмотрим. Само по себе региональная химиотерапия включает введение растворенных в водном растворе химиопрепаратов, которые вводятся внутриартериальные и так называемый эффект первого прохождения. То есть 50% препарата остается в зоне интереса, а 50% поступает в системный кровоток. А сочетание региональной химиотерапии и эмболизации – это использование препаратов, лекарства, насыщаемых этих сфер. На этой картинке показаны этапы для проведения болезновидения химиопрепаратами и эмболизация маточных артерий лекарства, насыщаемыми сферами. Преимущество химиоэмболизации вот этими микросферами – это то, что это идет избирательное действие только на опухолевую ткань. Оказывается, долговременный контакт химиопрепарата с опухолью, потому что выделение препарата осуществляется в течение 14 дней. Минимальная концентрация химиопрепарата, попадающая в системный кровоток, и возможность вводить одновременно большие дозы химиопрепарата. При этом происходит эшизмизация опухолевой ткани посредством перекрытия кровотока микросферами. Мы этой работой занимаемся уже давно, с 2009 года. На сегодняшний день мы провели анализ 49 пациенток с первой B2 стадии, третьей стадии при раке шейки матки, которым проводилась именно внутриартериальная неоадьюантная химиотерапия. Этих больных было 34. И 15 пациенткам, которые мы смогли проанализировать на сегодняшний день, это проведена химиомболизация лекарственно насыщаемой эсферами. Их было 15 человек. Курсы проводились от 1 до 3 с 3-х недельными интервалами. В среднем это было 2 цикла химиотерапии. Катетеры устанавливались по методу Сельдингера в каждую маточную артерию. Проводилось это специально операционной, рентген-хирургами. Препараты проводились через кожная пункция, пункция бедренной артерии. В дальнейшем проводился катетер до маточных ветвей. Препараты вводились в течение 30-60 минут. После того, как введение препаратов заканчивалось, проводилось удаление катетеров. На область пункции накладывался груз. В течение 5 дней больным проводилась антибиотика профилактика, профилактика тромбоэмболических осложнений с применением низкомолекулярных гепаринов. Полный анализ крови, функции почек и печени выполнялись перед каждым циклом. Конечно, оценка производилась полностью МРТ и КТ. В данной ситуации мы использовали при региональной химиотерапии препараты Ирина-Текан и Карбоплотин. Вы видели, проводилось два цикла. Это показан инфузомат, который подключается для введения химиопрепаратов. Это проводится уже на отделении. Это больная картинка, ей поставлены катетеры для проведения внутриартериальной химиотерапии. Препараты, которые используются для проведения химиомболизации, это микросферы, которые обладают способностью осаждать на своей поверхности химиотерапевтический препарат, расширяясь в размере, попадая в опухоль, они надежно перекрывают кровоток. И высвобождение препарата осуществляется в течение 14 дней, действует только на пораженную ткань. Используется препарат DC-BIT. Препарат имеет различный диаметр микросфер вот этих вот. Поэтому каждый диаметр обозначен определенным цветом, для того, чтобы врач правильно мог выбрать, какой диаметр подходит для определенного сосуда. Стойкий гемостаз у больных достигнут из 16 пациентов, к которым проводилась имболизация по поводу кровотечения в 100% случаев. 58 в среднем, по данным МРТ, составил регресс опухоли после одного цикла регионального введения препаратов. Из 71 пациентки из 89 проведенных регионарную химиотерапию двух курсов проведено хирургическое лечение. По характеристике групп, возраст этих пациентов был практически в обеих группах одинаковый. Стадия заболевания тоже также, она была одинакова по составу группы. И гистологический тип рака в обеих группах преобладал плоскоклеточный рак. Степень дифференцировки в большей степени, тоже разницы такой особой нет. Но, в принципе, это была вторая и третья степень дифференцировки. Радикальный объем операции нам мы смогли выполнить из 34 больных, которые получали интраартериальную неводевантную химиотерапию у 33 пациенток. У одной пациентки выполнена только циторедукция, пангистерэктомия. При химиоэмболизации лекарства насыщенными сферами радикальный объем позволил нам выполнить только у 10 пациенток, потому что 5 пациенток в дальнейшем не вышли на хирургическое лечение и были направлены на сочетно-лучевое лечение. Поэтому объем у них был радикальный. Степень патоморфологического ответа мы оценивали в обеих группах. Полный ответ, то есть тотальное исчезновение опухоли было только в группе интраартериальной неводевантной химиотерапии. Выраженный эффект был отмечен и в той, и в другой группе, в принципе, в равных соотношениях. После операционного лечения потребовали продолжение химиотерапии 13 больных из 34 в группе неводевантной региональной химиотерапии. Лучевая терапия у 30 пациенток после операции была назначена в связи с полученными данными гистологического исследования. И комбинация химиотерапии, лучевой терапии, вот она тоже у 30 человек была проведена. И химиомболизация в группе 15 человек, химиотерапия в дальнейшем назначалась у 4, и лучевая терапия потребовалась 12 пациенткам. Период наблюдения составил в среднем от 4 и 7 месяцев в группе региональной химиотерапии, в группе химиомболизации до 4 лет, диапазон от 1 до 6,5 лет. И результаты лечения у нас получились такими, что на сегодняшний день из 34 больных живы 27 пациенток в группе региональной химиотерапии. Из них, из 34 только у 8 зарегистрировано рецидив заболевания, и у 4 констатирована смерть. В группе химиомболизации лекарства, насыщенные сферами, из 15 человек живы на сегодняшний день, 11 человек, которые проходят регулярные у нас осмотры и обследования. И рецидив зарегистрирован только 1 и 3 из этой группы пациенток умерли. Выживаемость составила в группе региональной химиотерапии 5-летняя 67. В группе химиомболизации 61. Время медиана без прогрессирования. Не медиана, да, состава почти 56. В группе лекарственных сфер 48. Мы построили статистические графики, посмотрели. К сожалению, у нас не получилось статистически достоверных результатов. Но это в связи с тем, что очень маленькая выборка больных была сделана. Мы, к сожалению, старались. Но, в принципе, исследование еще продолжается. Мы будем оценивать дальше результаты. Но по общей выживаемости, вот здесь, конечно, приоритет у группы, которая получала региональную химиотерапию. В оценке безрецидивной выживаемости тут идет больше в группе химиомболизации. Поэтому наши выводы таковы все-таки, что широкое распространение эмболизационных методов лечения стало еще одним шагом по пути высоких технологий, которые сделала современная медицина. Пусть пути возможности нового метода раскрыты еще не до конца. Эмболизация таит в себе большой потенциал. И методы рентген-эндоваскулярной терапии могут играть важную роль, а иногда и ведущую роль в лечении онкологических заболеваний. Могут применяться не как альтернатива, а как компонент комбинированного воздействия на опухоль. Предоперационная регионарная химиотерапия и химиомболизация лекарств в насыщенной сфере может создать условия для радикальной операции, снизить частоту рецидивов, а также улучшить прогноз у пациентов вместо распространенным раком шейки матки. Спасибо за внимание.